всем доброго утра или дня сегодня мы отправились в очередное наше путешествие пока еще погода позволяет сегодня не очень холодно выбрались мы в санинский район и движемся к одному из исторических сел которая точно оставила след в истории нашего с вами государства мы идем село под названием спас хрипели самом начале этого выпуска рассказывать всю предысторию не буду все будет по порядку и так смотрим будет интересно как всегда собравшись по заранку мы выдвинулись путь спас хрипели расположены в двух километрах от деревни шипилова санинского района расстояние от костромы по трассе на бой составляет около 60 километров оставив машину в этой деревне мы выдвинулись дороги туда конечно же нет да и глубокий овраг который был у нас на пути добавил экстрима этому путешествию идти напрямую от шипилова не имеет смысла хоть и расстояние получается намного меньше нам пришлось спуститься в овраг идти вдоль русла реки шачи и это добавило нам около одного километра пути местами проклятывалась старая лыжня возможно по этим местам ходят охотники или рыбаки зато уже освоили наши лыжи и теперь без проблем по любому снегу даже по такому глубокому идем в овраг вышли на лыжню видимо недавно здесь проходили лыжня хорошая так что будет попроще классный рассвет жаль что телефон не сможет передать эти краски призываю всех не сидеть дома при первой же возможности выходить на улицу так лирическое отступление и какое небо красивое двигаясь в направлении на спас хрипелем мы вышли к протоке то ли это местная речушка то ли ручей и хорошо что у нас уже есть определенный опыт и мы не стали ломиться напрямую а сперва разведали путь и действительно водоем не замерз и была реальная угроза намокнуть она могнуть нашем случае означало бы повернуть назад чего мы точно не хотели кто бы мог подумать сейчас к середине точнее во второй плане зимы пожалуйста не замерзшие ручьи хорошо вовремя увидели и подстраховались глаза когда мы перешли этот подъем мы уперлись перелесок который пройти тоже оказалось не так просто глубокий снег поваленные деревья ветки все мешало нам продвигаться что греха таит снега в ботинке мы насобирали вдоволь отдельную историю можно снимать только о том как мы добираемся до какого-то места ходила первая вторая часть дорога и уже рассказ только что форсировали не замерзший ручей но он оказался достаточно широким теперь пробираемся через перелесок уже успел побоялся что сломал крепление на ничего просто не расстегнулись от усилия пройдет от перелесок мы подошли к холму на котором мы сделали небольшой привал попили чаю почти пришли остались буквально считанные десятки метров надо браться до сюда не просто какой-то дикой местности по факту мы сейчас находимся не удивлюсь если откуда не появится медвежонок ну или медведь пойдем мы село спас хрипели на самом деле село-то было живым не так уж и давно в 90-х годах отсюда ушли последние жители но мне кажется там должна остаться хотя бы парочка домов может быть затем посмотрим что сейчас с ними стало ну что последний рывок последние метры на месте действительно несколько строений еще здесь присутствует но все заколочено получится попасть внутрь пока под вопросом но дальше я думаю узнаем и же просторы у нас необъятны в общем в этой так сказать экспедиции препятствий на пути нам хватало ну что же пора переходить непосредственно к теме этого выпуска это село известно еще с 15 века и между прочим она свое время как раз вот в пятнадцатом шестнадцатом веках принадлежало писемскому наверняка известная фамилия рассказывать кто это такой да чей-то род не буду но достаточно одного писателя писемского а писемский этот рот был назван по реке как раз письма называется если правильно конечно поставил ударение но еще более известны это места эти места тем что они имеют прямое отношение к нашему костромскому герою Ивану Сусанину по одной из версий именно вот в этой церкви которая остатки которой сейчас за моей спиной это преображенская церковь преображение господня именно здесь крестили и венчали нашего героя Ивана Сусанина хотя это только одна из версий но местные скажем так старожилы рассказывали да и в интернете в некоторых источниках говорится именно об этом месте но в принципе действительно такое могло быть потому что и это село и рядом стоящая деревня Шипилова они входили в ну скажем так в имение в земли как раз марфы матери нашего первого царя из династии Романовых Михаила Федоровича поэтому эта версия вполне может быть примерно в 1630 году здесь на этом месте была построена деревянная церковь и она была построена на средства как раз марфы Романовой или шестовой как удивить что у нее была фамилия каменную церковь здесь возвели в 1820 году ну вот остатки ее точнее только колокольни за моей спиной ну что сейчас запущу дрона поснимаем картинку сверху но еще кое-что расскажу деревянная прибороженская церковь которая была возведена как я уже говорил на средства марфы шестовой годами ветшала и в период с 1721 по 23 была заменена на новую но тоже деревянная построена она была на средства Ивина кто этот благодетель выяснить к сожалению не удалось возможно один из дворянского сословия или просто местный зашиточный крестьянин а вот начале 19 века деревянные постройки сменились на каменный пятиглавый храм и трехъяростную колокольню в стиле классицизм ее возвели на народное средство церкви было два предела видение господня и архангела Михаила освящена церковь была в 1820 году территория храма была внесена каменной оградой включающие и приходское кладбище сегодня даже через снег проглядываются кресты некоторых из могил а а и Субтитры создавал DimaTorzok Вот на 1886 году при церкви был открыт Домнинско-Хрипельский отдел попечительства Александровского православного братства. На средство братства в конце XIX века было выстроено здание церковной приходской школы, расположенное к северу от храма. Часть школы использовалась под жилье церковного притча. В 30-е годы прошлого столетия была разобрана ограда храма, а спустя 20 лет эта участь постигла и саму церковь. На самом деле сама церковь была разобрана в 50-х годах прошлого столетия. Видимо ее какое-то время использовали, а может быть как раз и разбирали на строительный материал, потому что большинство церквей, которые пострадали в советские годы, пострадали в основном в 30-е, 40-е годы, а здесь все-таки после 1950 года. Но осталась только колокольня. Колокольню не разобрали. Причину, честно сказать, назвать не могу. А вот буквально рядышком стоит школа. Школа, кстати, была весьма неплохой в свое время, но поскольку люди отсюда уехали из села, то и церковь не нужна, и колокольня в удручающем состоянии. Даже вроде как кажется, что она немножко поднаклонилась. Ну и уж остатки школы, только остов самого здания. Но это еще не весь рассказ. Мы сейчас все-таки доберемся до оставшихся домов. Попробуем все-таки посмотреть, что там внутри есть. Интересно. Поэтому досматривайте до конца. Субтитры создавал DimaTorzok Так, все. Теперь мы подходим к одному из оставшихся домов. Это скорее всего синие были, да? Какие красивые наличники на окнах. Немало что. Субтитры создавал DimaTorzok Две осащелки. Летняя и зимняя. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»